Друзья, всем добрый день, рад вас всех приветствовать. Не так давно на моем канале вышло несколько роликов, посвященных косякам в подкапотном пространстве автомобиля Lada Vesta с двигателем 1.8. Первый ролик у нас был посвящен перетиранию топливного шланга, а второй ролик посвящен перетиранию пластиковой декоративной крышкой двигателя, проводки, которая подходит у нас к первому и третьему цилиндру. Под этими роликами было очень много комментариев. Люди писали, да, как те, у кого и перетирает, так же, как на моем автомобиле, так и те, у кого не перетирает. И, судя по комментариям, можно сделать вывод, что хотя эта проблема прям не на всех похолом на автомобилях, но встречается она довольно-таки часто. И если вы на своем автомобиле еще не смотрели, то обязательно проверьте. Возможно, у вас есть точно такой же косяк. На днях мне написал один из владельцев автомобиля Lada Vesta с двигателем 1.8, зовут его Андрей, и сказал, что вот кроме вот этих неприятностей на его автомобиле случилась еще одна. Он снял небольшое видео, в котором рассказал о всех своих косяках, которые произошли на его автомобиле, и прислал мне. Ну, а я сейчас покажу это видео вам. Так, ну что ж, всем здравствуйте. Это Lada Vesta SV с двигателем 1.8 в комплектации Comfort Image. Что у меня произошло за последние полторы недели? Начнем сначала. Где-то полторы недели назад, идя к гаражу, запустил машину с автозапуска, подошел к гаражу, открыл ворота, машина гудит, но троит. Подключил ее ЛМ-ку диагностику, посмотрел, пишет ошибку, получается, пропуски зажигания на третьем цилиндре. Подача топлива отключена. Машину выгнал, подъехал к дому, заглушил, вышел, сходил домой, снова выхожу, завожу машину, машина все работает. Но чек продолжает гореть. Так, чек обнулил, сбросил, получается, при помощи ЛМ-ки. Поехал на работу в теплый гараж. Снимаю крышку двигателя и вижу, что в третьем цилиндре вот этот проводок, то есть перетертая вот эта вот заводская изолента, перетертая один проводок. То есть стертая уже изоляция, видна медь. А что перетерло его, то есть на крышке двигателя с мотором 1.8. Здесь были прилиты два таких колодца. И вот этот вот колодец, вот этот вот, находится прямо вот над третьим цилиндром. Он его и перетер. Ну, тут я все заизолировал, проводок этот заизолировал, все по новой замотал. Колодцы вот эти обломал, зашкурил. Как мог, не сильно аккуратно, ничего страшного. Все, вроде больше проблем с этим не было. Хотя я думал, у меня до этого была Гранта 16-клапанная, на ней в сильные морозы. То есть, начиная со второго года владения, у меня каждую зиму вышибало по одной катушке. Причем все разные. Я заменил три катушки на Гранте, на 16-клапанном моторе 1.6. Думал, что такая же история началась с Вестой. Но, вроде, обошлось. Не катушка виновата. Дальше будем посмотреть. И вторая проблема. Вот этот вот знаменитый всем топливный шланг. Я уже перенес этот провод, как было в видео Парамонова. Тут у меня небольшая потертость, но все-таки она присутствует. Все-таки она есть там. Сначала одел вот такую пасмаску защитную. Потом, когда у него вышел ролик, посмотрел, перенес провод. Но на этом неприятности наши не кончились. Буквально несколько дней назад у нас тут даванули морозы под 40. Это Красноярский край, юг Красноярского края. Пришел также, поехал на работу. Машину завел, с гаража выгнал. Подъезжаю к работе. Чувствую запах бензина. Ну, думаю, встречка, наверное, прошла. Льет у него так хорошо. Там бенз, наверное. Затянула в печку. Думаю, сейчас пройдет. Машину загнал в теплый гараж. И запах бензина распространился по всему гаражу. Открываю я капот, снимаю вот эту крышку. И что я вижу? Вот здесь у меня такое пятно. Очень пахнет бензином. И вот это вот соединение мокрое. Не знаю, что послужило. Либо мороз, либо на заводе, и не защелкнули. Но я вот это соединение даванул. Оно подвинулось где-то на полсантиметра. И как бы все. Все прошло. Как я до этого полтора года ездил, если это был косяк работников автоваза, я вообще не представляю. Потому что вот это, смотрите, соединение. И вот он коллектор. То есть тут буквально доли секунды, и вы в огненном шаре оказываетесь, так сказать. Ну, вроде бы все. Вот чем хотел поделиться. Спасибо за внимание. Что я хотел бы сказать по поводу вот этих косяков, и по поводу того, как автоваз устраняет вот эти вот проблемы. По поводу топливного шланга. На новых автомобилях, которые сейчас производят, автоваз стал по-другому ставить топливный шланг. Теперь там ничего не перетирает. Если у вас автомобиль более раннего производства, вы не знаете, перетирает это у вас там или нет. Сами туда не хотите лезть. Вы можете позвонить своему дилеру, и вам скажут, да, есть необходимость вам приезжать или нет. То есть если есть необходимость, вы приедете, вам там все переделают. Вот если на топливном шланге есть там протертости сильные, то вам заменят топливный шланг. То есть эту проблему устранят. По поводу негерметичного соединения на шланге, да, и по поводу того, что оттуда течет бензин, мне уже попадались такие посты. То есть это не первый случай, такое уже было. Конкретно вот этого случая, что я вам показал, но тут, скорее всего, на мой взгляд, это связано именно с большим перепадом температуры. То есть владелец сам сказал, что ударил очень сильный мороз, и после этого он почувствовал запах топлива. То есть, видимо, из-за перепада температуры, да, там, может быть, пластик как-то деформировался на этих зажимах. Я понимаю, что такого, разумеется, быть не должно и там с перепадами температур, но тем не менее, да, все-таки, наверное, это вот произошло из-за этого. Если вы проживаете где-то в регионах, где очень сильные морозы, то поглядывайте за вот этим вот соединением, чтобы избежать подобных неприятностей. По поводу пластиковые декоративные крышки. Здесь Автоваз тоже эту проблему решил. Таким очень, на мой взгляд, не совсем правильным способом. То есть, что они сделали? Они решили так. Нет крышки, нет проблемы. И сейчас новые автомобили с двигателем 1.8 просто не комплектуют этой крышкой, да. Ну, теперь перетирать там, разумеется, ничего не будет. Друзья, это, скорее всего, крайний ролик в этом году. Если успею, то, конечно, завтра еще один опубликую, но если нет, то на всякий случай поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю вам всем всего самого и самого наилучшего, чтобы все, о чем вы мечтали, что вы так долго хотели, обязательно случилось в будущем году. Друзья, большое вам всем спасибо за ваше внимание. Огромное спасибо, что вы весь этот год меня поддерживали. Поверьте, иной раз хочется бросить все эти ролики, но вот читаешь ваши комментарии и прям как-то вдохновение какое-то, что ли, появляется, не знаю, и вот продолжаешь что-то там снимать, пилить потихонечку и так далее. Друзья, большое вам всем спасибо за ваше внимание, за вашу огромную поддержку. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!